Всем привет! Вы на канале Кэп ТВ Геймс. Сегодня мы смотрим новую часть гоночки от Microsoft Forza Horizon 2. Первая часть была довольно-таки удачной, будем надеяться, что и вторая не подкачает. Так, единственное, что я хотел сказать, я пропустил начало, буквально здесь пару минут. Здесь показывают очень красивый ролик в начале, ну стильный, стильный, очень стильный, дорогой ролик. И потом один заезд у нас до самого фестиваля Forza Horizon. Я его не снял по причине того, что за ролик YouTube будет, ну в общем не разрешит, нельзя его показывать, поэтому мне пришлось его пропустить. Все, с этого момента уже смотрим вместе с вами, я первый раз смотрю, поэтому мне только что дали машину на выбор. Было Chevrolet Camaro, была Toyota Supra и BMW. Я выбрал BMW Z4 и сейчас мы на ней поедем. Вот она красотка. Поехали! Что примечательно, по-моему, хотя я точно не уверен, но по-моему в первой Forza не было, в Forza Horizon я естественно имею ввиду, не было вида от первого лица из-за руля. Здесь он есть со всеми вытекающими, с приборкой, все как положено. Довольно-таки приятный вид и для тех, кто любит кататься с видом от первого лица, по-моему, это неплохой подарок. Хотя, может быть он и был там, мне почему-то прямо вылетело у меня из головы, был он там или не было. Есть такой вид, такой вид и два вида от третьего лица, соответственно. Ну, наверное, сейчас будем от третьего немного кататься, потом переключу еще попробую. Так, у нас тут первая гоночка. Самая первая гонка в нашем фестивале. Посмотрим, что будет. Ощущения первые по поводу управления. Ну, в целом неплохо. Немного как-то дубоватым кажется автомобильчик, но в принципе буквально вот пару минут проедешь и уже привыкаешь. Уже чувствуешь себя более-менее нормально. Можно, просто нужно не такие резкие движения делать. Может быть, чуть-чуть, чуть-чуть заранее продумывать, и тогда все нормально. В общем, ехать можно, вполне себе. Приятно, а я думаю, через какое-то время и комфортно будет. Если немного подпривыкнуть к этому делу. Потому что было много мнений о том, что в Фордсе сделали управление даже хуже, чем в первой части. Но мне так не кажется. Мне кажется, это небольшая проблема. Вполне себе нормально кататься можно. Так, ну мы тем временем победили. Первое место. Ага, система та же. Мы снова получаем браслетик. И с каждым... Это желтый браслет. С каждым новым уровнем будем получать браслет нового цвета. Все как и в первой части было, в принципе. Пока никаких серьезных нововведений я не вижу. Так, добро пожаловать в нас прям заваливают. Ачивками. О, Эшли, и ты забрела. Да, из-за дождя всех нас заносят. Работы полно. Эй, народ, это Эшли, главный механик фестиваля Horizon. Привет, если что нужно, тюнинг, покраска, запчасти, что угодно, все будет. Только спросите. Так, ладно, покатались с ветерком. Теперь поговорим по-взрослому. Узнаем, кто водит лучше всех. А разве ты не лучший? Подай остальным пример. Да, ну очень смешно. Ладно, здесь у нас состоится несколько разных гонок. Это твоя карта фестиваля Horizon. Ну, в общем, выиграй в каждом ивенте, и ты будешь чемпионом. Так, теперь нам нужно у GPS выбрать какую-нибудь гонку. И установить маршрут. Ну, давайте. Так, кстати, интересно, чем они отличаются. Это фестиваль Кольцевая гонка, а это у нас маршрут через Восточный парк. Уличная гонка. Ну, давайте с нее начнем. Какая разница? Отлично, увидимся там. Здесь, кстати, видите, почему-то русских субтитров нет. А на самих роликах они есть, и это... В принципе, неплохо. И вот здесь вот в игре тоже нет субтитров. Попробуем немного повыделываться. Все равно он ничего мега важного не говорит. Он говорит о том, что чем стильнее будет твоя езда, тем больше очков ты будешь получать за дрифты и за все остальное. Ну, это тоже, в принципе, то же самое, что было в первой части. Давайте немного рассмотрим модель автомобильчика. Ну, в целом, в целом, неплохо. В целом, неплохо. Что, поехали? По вашим любимым зелененьким... Ах ты, а что такое? Зелененьким стрелочкам. Я лично их не люблю и, как правило, в играх отключаю. Но... Для вас специально решил оставить. Да и, наверное, будет сложно без них... Ну, кстати, не знаю. Может быть... Может быть, если GPS маршрут восстанавливает, что в любом случае будет эта дорожка. Либо, может быть, просто на карте будет показывать. Не столь варь. Звук BMW-шечный. Неплохой. Так, уже прибываем. Какие большие иконки в воздухе висят. Не промажешь. Так, начать гонку. Давайте сразу начнем гонку. Не волнуйся о том, насколько у тебя быстрая машина. В любом случае, будут участвовать автомобили твоего класса. И это, наверное, хорошо. Хотя, в принципе, я бы не против. Был и против вот такой, например, штуки прокатиться. Ведь мощность автомобиля это еще не все. Нужно же ее еще водить уметь. Ну, конечно. Звучит немного как хвастовство, но... Так, Castelletto. Уличная гонка. Ну, давайте, давайте. Кстати, музыки в игре полно. Вы не пугайтесь, что тишина такая. Просто, опять-таки, для Ютьюба я ее отключил. Мы закрыли дорогу, чтобы вы будете рейсировать без транспорта. Ставьте внимание на вашей мапе, чтобы увидеть, что происходит. И выбирайте свою линию через нее. Так, здесь, кстати, вот нам дают выбирать сложность. Плюс настройки различные. Можно АБС отключать. Управление обычное. Симуляция. Чем более реалистичные настройки мы ставим, тем больше очков мы получаем. Кстати, я люблю эти дела отключать. Люблю, знаете ли, максимально чувствовать самому автомобиль. Ну, насколько это возможно через геймпад. Руля у меня, к сожалению, нет. Переключение передач. Ну, ладно, переключение передач оставим. Хотя и это тоже я люблю в играх делать. Но это уже чуть попозже, когда привыкнем. Так, траектория движения. Полное только торможение. Вот, пожалуй, хотя бы торможение оставим, чтобы эта зеленая дурацкая фигня на дороге не светилась. Косметические повреждения включить. Да, пусть будут. Посмотрим, какие тут повреждения. Перемотка пусть будет. Уровень соперника низкий, средний, высокий. Хм. Давайте на среднем попробуем. Сохраняем. И вперед, наверное. Ух, немножко боязно. Теперь без вспомогательных прибамбасов машинку может хорошо носить. Но мы попробуем. Тем не менее, победить всех товарищей. Первый пошел, второй пошел. Неплохо. Сколько у нас? Три впереди соперника. Нет, мы на пятом месте. Значит, четыре. Так, у нас тут небольшое бездорожье. Ну, по крайней мере, пылька присутствует. Странно, конечно, что такая дорога, она гравийная. Может быть, это какой-то участок, где был ремонт. Кстати, впереди нас, по-моему, новая Субару, если я не ошибаюсь. Не успел я рассмотреть ее толком. Ну, да ладно. Я думаю, еще успеем. Так, ну что же, мы уже приближаемся к лидеру. Ай-яй-яй. Даже так неаккуратно влепать. Мы же все-таки на гонках. А, не на дерби, какому-нибудь так. Ну, что ты не даешь мне сюда протиснуть? Ой. Извините. Колизионы уничтожат твою скилл-чейн. Чем-то ты можешь продолжать скилл-чейн, тем лучше. Но уничтожишь, и ты уничтожишь все. Видите, когда врезаешься, это плохо. Нам очки тогда не засчитываются за какой-то период, я так понимаю. За какой-то промежуток времени. Ну что, попробуем, может быть, другие виды? Или уже... Ай-яй-яй, да что ж такое? Или уже доедем? Так, ручничком немного поможем. Немного нас занесло, но ничего. Выравниваем наш болид. И продолжаем. Слушайте, давно я в гонки не играл. Мне прям ностальгия такая. Клево. А скоро на PS4 выйдет Drive Club. Вот там, я надеюсь, тоже будет чем развлечься. Опять учничком помогаем немного. И приближаемся к финишу. Первое место. Нормалек. Хорошо, еще один побед! Так, денежное вознаграждение. Сколько нам? Почти 10 тысяч кредитов. А, это XP. Да, тут еще прокачачка. Первый уровень пока. Мы победим трофей, чтобы выиграть чемпионат. Вы должны быть в топ-3 в каждом ивенте, если вы хотите победить чемпионат. Ага, мы должны быть в лучшей тройке на каждом ивенте, чтобы попасть, ну, чтобы выиграть чемпионат. То есть ниже третьего места нельзя спускаться. Ну, будем иметь в виду. Так, ну, он нам только что рассказал, что... Я забыл сказать, что все наши машины приобретены с селекцией радио-стаций. Забодал ты болтать. Сказал, что нововведение в этом сезоне... Какой-то бакет-лист. Я думаю, мы до него еще доберемся. Вот, наверное, вот это он светится, если я правильно понял. Сейчас мы попробуем, что это за штука, с чем едят. Зона средней скорости, открыть трюк. Ну, давайте пробовать. Правда, здесь лотус нам сразу пытаются впихнуть. Окей, давайте лотус. Почему бы и нет. Что еще примечательно в этой части Форцы? Мы катаемся по Европе, как вы, наверное, уже заметили. Прошлая была Америка. В этот раз это европейские улочки. Правда, движение на них, конечно, совершенно не европейское. Очень мало машин. Я уж не говорю за людей. Доберитесь до зоны максимальной скорости и побейте рекорд. Вот то, что от нас требуется. Лотус. Не люблю я этот лотус. Ну да ладно. Поправляется, в принципе, более-менее адекватно. Маленький, юркий, шустрый. Очень мало трафика. На улице машин очень мало. Ну и, конечно, без людей тоже смотрится немного пустовато. Но, опять-таки, мы играем на версии Xbox 360, не Xbox One, поэтому вполне может быть, что на версии Xbox One там... Слушайте, какой интересный. Это Фольц. Ага, Бора-Бора, привет. Фольцик, мне нравится, кстати. Неплохая машинка, хоть и не новая, но... Хорошая. Настоящее немецкое качество. Так вот, может быть, в версии... О, уже понеслась. В версии Xbox One, может быть, там и трафика побольше, и, может быть, там и люди есть. Хотя я сомневаюсь. Так, что нам здесь... Максимальную скорость просто нужно различить. Или как? Или средняя? Ай-яй-яй. Ох, как меня начало кидать там все стороны. И вовремя. Мы ехали с 6 километров слишком медленно. Блин. Плохо. И что, мне опять надо ехать до того места? Нельзя сразу с него начать, интересно? Да, действительно. Снова заставляют доехать до этого места, и только потом... Так, да, все-таки зона средней скорости. Поэтому нам нужно среднюю скорость 106 километров, я так понял, держать. Что в том районе очень сложно. Там такие повороты, еще и... На гравии машинку... Носит. Не так... Не так хорошо она... Держится за дорогу. Поэтому там немного сложновато, но я попробую все-таки. Единственное, говорю, меня смущает, что нужно ехать еще до этой точки. Зачем было так делать? Ну, если сейчас не получится снова... То я, наверное, пропущу этот ивент пока. Так, 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 так. Аккуратненько, вот здесь мешает нам. Что, по-моему, пока неплохо держимся. Отлично, удача, вы выполнили. 113 километров в час наша средняя скорость. Что, в общем-то, есть неплохо. И мы получаем денежное вознаграждение в размере 7650 кредитов. Интересно, цены в этих кредитах здесь сопоставимы с реальными ценами на автомобильчике? Потому что, если мы по 5-6 тысяч за одну гонку будем получать, то, в принципе, на какую-нибудь ревентон нам копить долго придется. Ой, смотрите, корветик новый только что показали. Калево. Так, ладно, с этими заданиями нам все ясно. Теперь, что нам теперь нужно сделать? Нам нужно на карту и на карте выбрать какой-нибудь новый заезд. А это, в общем-то, да, потом туда мы обязательно съездим, тоже посмотрим. Там все самое вкусное и интересное. Там тюнинг машин, там автосалон, где новые машины можно выбирать. Так что туда в любом случае нужно будет поехать. Только перед этим мы все-таки еще одну-две гоночки проедем, я надеюсь. Может, машинку какую-нибудь выиграем или что-нибудь. Я помню, в старой форте там чуть ли не вторым заездом нам давали гонку с самолетом. Здесь пока этого нет. Давайте переключимся, наверное, на этот вид. Все-таки в салоне БМВ сидеть приятно. Прокатимся с видом от первого лица. Можно головой так немного аккуратненько покрутить вправо-влево. Главное не врезаться в этот момент. Назад вот такой вид. Не через окно уже. Ну, я так понимаю, реальных стран и городов здесь нет. То есть нам говорят, что это Европа. Какая-то где-то что-то. То есть нам не говорят, что это конкретно там Италия или еще что-нибудь. Хотя на Италию, в общем-то, немножечко похоже. Упс, упс, упс. Совсем я потерялся с этими дорогами. Понастроили. Где знаки? Где таблицы указателей? Ладно, давайте, наверное, включим на этот вид, потому что так хотя бы дорогу лучше видно. Так, мы прибыли. Начинаем гоночку. И что у нас? Сразу спонсор. Финишируйте на подиуме на Акура. Это такие дополнительные задания. Поменять дивизион здесь можно. Да, круто. Но для этого наверняка машины. Ой, смотрите, ролейный есть. У вас нет машин для этого дивизиона. Ну, понятно. Понятно. Значит, пока что менять мы ни на что не сможем. Нужно обзавестись парочкой машин новых. Астон Мартин и Бамблби. Практически. Так, фестиваль «Кольцевая гонка». Вот здесь, значит, будет несколько кругов в одном заезде. Ладно. Нам не очень интересно, что тут можно рассказывать. И так понятно. Всех победить. Несколько кругов. И все такое. Так, Акулу обогнали. Нет, это не куда-то. Хонда. Сивик помогу. Или «Тайп-Р». А, Сивик это есть. В общем, не важно, блин. Все, кто разбираются в машинах, они поняли, что это была за тачка. Что нужно обгонять. Видимо. Так, извините, ребята. Смотрите, постарайтесь. Пропустите. Ух ты, смотри, какой настырный. Вот они наглые. Они не... Не... Свои машинки не берегут. То есть, для них, как всегда, врезаться это no problem. А я бы, вот, например, хотел проехать так, чтобы не поцарапать свою красивую немку. Правда, конечно, Z4 не мой самый любимый. Не моя самая любимая разновидность BMW. Но, тем не менее. Так, Mazda пропустите меня, пожалуйста. Все равно я еду быстрее немножечко. Первый круг. Если я правильно понял, да. Пошли на второй круг. Всего их три. И у нас тут гольфик очень настырный. Не хочет нас пропускать. Извините, гольфик. Пожалуй, вперед поедем. Что, может быть, с видом от капота немного проехаться? Я знаю, многие любят этот вид. Давайте попробуем. Проще всего, конечно, ехать от третьего. Дорог гораздо виднее. И сам автомобильчик видно. Если его начинают куда-то нести, то это сразу видно. В этом же виде это не так хорошо чувствуется. Но это уже на любителя. Главное, что есть выбор. И кому как нравится, кто ты сможет. Я очень люблю в играх играть от первого лица. Но это не всегда удобно. Не всегда выигрываешь с этим видом. Поэтому надо выбирать. Немного режем углы, повороты. Так, наверное, сейчас... Если нам не дадут новую тачку, то мы поедем... Туда. На фестиваль, в гараж. И посмотрим на новые автомобили. Может быть, что-нибудь новенькое прикупим. Для разнообразия. Не ездить же нам все время на одной из этих человек. Притом, что говорят, здесь... Машин довольно много в игре. Поэтому перепробовать все нужно. Ну что же, снова первое место. Возможно, мне стоит уже соперников вставить послужнее, чтобы было веселей. 15 тысяч. Неплохо. И... Почти 12 тысяч опыта. Ну что, второго уровня достигли, я думаю. Новый уровень. Даже сразу два. Ух ты. Круто. И что? Приск, может быть, будет за новый уровень? Нет? Ничегошеньки. Продвижение в чемпионате. Всего два... Две гонки осталось, чтобы в чемпионате куда-то продвинуться. Уж не знаю, что это означает, конечно. Может быть, новую... Браслетик новый на руку дадут. Но мне бы хотелось чего-то побольше. В первой форте там было много интересностей в плане тюнинга. Там вот эти нужно было сбивать по пути. Потом искать старые коллекционные машинки. Много разных таких. Но я думаю, здесь по-любому должно быть. Все то же самое. Просто, видимо, еще рановато. Ну что, поедем? Или догоняемся? Нет, давайте все-таки попробуем машинку, наверное, сменить. По-моему, туда ехать придется. Если я не ошибаюсь. Здесь, может быть, можно быстрое перемещение какое-нибудь. Да, быстрое перемещение можно. Ноль кредитов пока это стоит. Потом, я так понимаю, это будет стоить нам каких-то денег. Переносы вот эти вот быстрые. Ну, я просто, чтобы не тратить ваше время. Все-таки ролик у нас не резиновый. Окей, значит, у нас что? У нас есть вот салон. Мы сразу в него пойдем. И вот теперь интересности всякие. Посмотрим, что здесь за машинки вообще можно купить. Вот они, старые, разные малолитражечки. Сирока 81-го года. Так, интересно, можно ли... Ух ты, елки-палки. Прям целая загрузка, чтобы посмотреть на машинку. Цвета мы выбираем. Фирменные цвета. Особые цвета можно. Вот таким. Вот это классная штука. Вот это мне нравится. Очень клевый режим осмотра автомобильчика. Это самое оно. Для любителей машин. Такой, в общем-то, я отчасти являюсь. А может и не отчасти. Порассматривать какую-нибудь клевую машинку. Самое то. Так, матовые цвета есть. Цвета металлик. И обычные цвета. Окей, в любом случае, мы в Фолькс этот покупать не будем. Смотрим дальше. Минник. Ниссан. С 70-го года. Вот красавчик. F-100. Аэроритет. Сивик. Хаммер первый есть. Транзит. Фальцваген Раббит. Белэйр. Вот раллийный чемпион. Фиат Абарт. Еще один раллийный красавец. Форт Эскорт. Пантиак. Лотус. БМВ. Хюндай. Как в Ходячих Мертвецах. Наверное, каждый называть не буду. Вы сами видите. Просто пролистаем все то, что есть на данный этап. Я не знаю, все ли это машины, которые вообще есть в игре. Возможно, в самом магазине они тоже будут появляться какие-нибудь новые. Но в любом случае пролистаем. 302. Блин, как же они забодали. Почему всегда делают только 302? Почему не... 429, по-моему. Такой вот есть с четырьмя фарами. Он просто такой же, но чуть-чуть красивее. Мне лично нравится больше. А в играх всегда только 302. Вот, кстати, опять турбо. Французик. Знаменитый. В раллийных кругах. Ой, слушайте, машин здесь много. Большинство, возможно, даже все. Это те, которые были в первой. О, вот этого не было. Dodge, Dart, Hemi. Вот это очень интересный вариант. Такой для любителей. Именно мускулов настоящих. Классный. Но цена у него 250. А у нас сколько? У нас 40 тысяч кредитов. Забавно. Вот еще одна. Раллийная. Лянча. Вот она, та самая новая Subaru, за которую я говорил. Там на дороге мы ее обгоняли. Мерс отличный. Слушайте, 26 тысяч. Я бы его взял. Если не будет бэхи какой-нибудь классной, то можно взять Мерс. Ну, я, конечно, понимаю, что, может быть, вам бы хотелось, чтобы я выбрал что-нибудь другое. Вот, красавица. Ну, в реальности красавица. В игре здесь она мне не очень нравится. Во-первых, короткая база. Как-то она здесь нарисована. Она такая, как, смешноватая немного. В реальности это ролиный зверь просто. Это с самым лучшим, как мне кажется, звуком движка. Аудюха. Вот, классная аудюха М1. Интересная. Ой, аудюха BMW, BMW, конечно же. Посмотрите, американский... Ой, американский, австралийский Voxhole здесь есть. X5 для реальных пацанов. Субарики. Вот, конечно, красавица. Старый Skyline оригинальный. Трёшка 97-го года. Чарджер новый, Субарики. Фу, ну, я думаю, есть здесь где разгуляться. Челленджер новый. Ну, как новый. 12-го года. И это мы ещё не дошли... Вот она, вот эта хорошая машинка. Это мы ещё не дошли до, не знаю, до супер... Новых элитных суперкаров. Ну, вот они уже начинают потихонечку вливаться. Так, наверное, надо ускоряться. А то я так буду листать. Я чувствую, там их ещё очень много. Хорошие. Mustang. Mercy. Хорошие автомобильчики. Порше здесь, я так понимаю, нет. Вместо них... Руфы. Снова поршики не дают свои... Лицензии. Ладно, долистываю по-быстрому, потому что это займёт весь ролик. Медленное перелистывание. Ух ты какая. Veneno. 2013-го года. Вот это, конечно, уже что-то такое совершенно сумасшедшее. Так, мы дошли до конца. Не знаю. Как я уже говорил, не знаю, все ли это автомобили, которые будут в игре. Но пока вот... Всё, что есть. Вот это классная штука, но у меня на неё не хватит. Нет, M5 не хочу. Надеюсь, никто на меня не обидится. За то, что я выберу машину, которая... Может быть, вам не очень нравится. Но тут уж... Всем не угодишь в любом случае. Так, давайте вот эту тройку возьмём. Вот, знаете, такая... Реальная машина, как говорится. Для начинающих. Нет, ну, это, конечно, неправильно. Не для начинающих. Всё-таки это драйверский автомобиль. Я имею в виду, здесь в игре с неё начинать, по-моему, самое оно. Ой, с цветами я чё-то никак определиться не могу. Пусть это будет какой-нибудь... Давайте всё-таки заводской цвет. Белый. Пойдёт. Покупаем эту БММ-ху. БМВ-ху. Да. Два раза подряд у нас БМВ-ха получилось. Продолжить по пупке. Или опробовать новую машину. Да, я думаю, достаточно. Мы поедем сейчас заглянем в салон, там, где тюнинг происходит. Посмотрим, как он здесь реализован. Я, знаете, я в играх люблю всё-таки не экзотические машины. Ну, хотя и они, конечно, могут быть, почему бы и нет. Но вот мне в играх больше нравятся реальные машины. Те, на которых в реальной жизни мы ездили или которые в городе видели. Ну, то есть, которые реально... Ну, те, которые мы видим. Видим часто. Вот мне кажется, они как-то интереснее. А экзотические... Ну, чёрт знает. Вот ту Ламборджини, например, новую, которая там была под конец. Я её, может быть, никогда в жизни не увижу даже нигде. И, честно говоря, ей не очень хочется. Я не очень люблю. Невероятные суперкары. В общем, не могу я толком объяснить, почему мне нравятся такие машины. Тем не менее. Так, это тот самый гараж. Здесь мы можем покрасить машину, можем модифицировать её. Ах, да, вот он раздел раритета. Это те самые. Надеюсь, мы доберёмся и до этого. Так, зачем я в покраску зашёл? Блин. Делать нечего. С покраской. А, хотя нет. Хотя здесь в первой части был отличный покрасочный салон. Там можно было навернуть... Хватит болтать. Там можно было навернуть отличнейший любой... Любую покраску, любые винилы, любую ливрею сделать. Там даже, я помню, в интернете, ну, если подключаешься, то люди, которые заморачивались и красили машину, делали из неё какую-нибудь там знаменитую, ну, то есть, допустим, есть модель там Citroën, да, какой-нибудь Citroën C4. И его, например, красили полностью под оригинальный раллийный вариант, на который ездил Себастин Лёб, например. То есть, это неофициально, это люди просто, фанаты делали, и выглядело отлично. Я ощущалась, в общем-то, забавно. Ну, здесь добро пожаловать на выставку дизайнов, та-та-та-та-та-та-та. Вот, это оно самое. Ладно, здесь в любом случае быстро никак не получится, поэтому давайте заглянем в тюнинг, что здесь вообще есть. Автоматическая модификация, тюнинг и мои модификации. Зайдем в тюнинг. Так, покупайте и устанавливайте индивидуальное улучшение, чтобы задать особые характеристики для своих машин. Понятно. Аэродинамика и внешний вид. Ну, блин, ну, хоть болтать, я понял. Сам разберусь как-нибудь. Так, здесь всего... Два варианта. Обвес. Вот, видите, меняется немножечко передний обвес. И антикрыло заднее можно поменять. Все ясно. Не густо, но, тем не менее, что-то есть. С резиной, с покрышками. Ее, точнее, с дисками. Да и, в общем-то, и шины, да. Вот, ширину шин можно менять. Стиль дисков, как всегда, здесь есть выбор. Очень много фирм. Очень много... Смотрите, сколько я листаю, листаю. Очень много вариантов колес. Ну, пусть даже у каждой фирмы всего по два-три, но, тем не менее, я думаю, есть из чего выбрать. Так что, окей. По двигателю. О, да, здесь, где мы делаем реально серьезные вещи. Хотите большую машину? Какие-то двин-турбо? Что-то, что хотите, мы будем заниматься. Ну, здесь вы тоже видите. В общем, любителям поковыряться, как говорится, в движке, тоже, я думаю, можно. В настройках, в тюнинге. Кто любит, то есть чем развлечь себя. Ладненько, все понятненько. Спасибо, с этим мы поняли. Давайте еще проедемся. У нас тут ночь тем временем наступила. Снова вызываем карту и... На гоночку. Давайте в этот раз доедем. Как раз привыкнем к новой бэшке. Ах, слушайте, настоящий бэшечный звук рядной шестерки. Мне нравится. По-моему, похоже. Да, это те самые... Такие мини-игры, скажем, по пути. Различные там на максимальную скорость, на среднюю скорость. И когда мы эти штуки проезжаем, то нам потом могут показывать... Там, допустим, наш друг проехал быстрее, либо мы быстрее. В общем, стандартные развлекухи. А вот, по-моему, желтенькая стоя... Ух ты, как у меня. По-моему, вот эта желтенькая табличка, это как раз то, о чем я думаю. Сейчас мы ее должны сбить и... Да. Суммарная скидка на быстрое перемещение 2%. Вот видите, один из 50. Вот такие штуки нам нужно по миру искать, сбивать, и тогда... Перемещение дешевле. Видимо, здесь их несколько теперь вариантов. Раньше были только запчасти в магазине, дешевле становились. А теперь вот добавили еще перемещение. В общем, развлекухи в открытом мире. Маленькие развлекушки еще дополнительные. Так, а ну-ка в салоне этой бэшечки посидим. Правда, ночь. Но зато видно, как приборная панель у нас светится. Звук, звук, звук. Бэшечный звук, мне нравится. Приятный. Ты чего не переключаешь? Уже пора. Чуть было, не проскочил. Так. Здесь все нормально. Сразу выбираем заездик. Ой-ой-ой. Тем временем уже перебор. Перебор у нас по времени ролика. Придется заканчивать. Сейчас мы еще тогда эту гоночку проедем и закончим. Много времени ушло на рассмотрение автомобильчиков, которые у нас в магазине были. Но я думаю, вам это тоже интересно. Правильно? Так, начать, начать, начать. Сразу сходу. Ну что, ребятки, погоняемся. Плохо, плохо. Я в поворотик вошел. Я сделал... Кто это у нас тут? Мазда какая-то, что ли? Кто это такое? Или Тойота? Не пойму. Неплохо. В этот раз в поворот лучше получилось скачать. Ну что, мускул, придется нам тебя тоже обогнать. Извини, конечно. Что ж такое? Тут так много дорог гравийных. Причем они как-то так ни с того ни с сего появляются. Так уж это и по-европейски. Слишком большие открытые пространства в Европе. Я бы не сказал, что так много места свободного. Ой-ой-ой. Ага, вот точно. Вот мы заодно и на повреждения немножко посмотрим. Ну... Ой-ой-ой. Как вы понимаете, повреждения действительно косметические, но в целом... ...выглядят более-менее. Так, извини, извини. Меркурий. Ох, как я тебя подрезал жестоко, думаю. В игре можно. Воу-воу-воу. Меня не надо выгонять с трассы. Ах, хотел бочком войти, но... ...не получилось. Давайте сюда войдем бочком. У-ху! Так, чтобы врезаться прям. Бриллиант, брат, просто бриллиант. Ты реально начинаешь набраться на следующий. Ну еще бы. Блин, 46 минут. 46 минут уже заканчивать пора. Ах, 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 ах. А может быть, мы сделаем вторую серию, если вы захотите. Может быть, вообще сделаем полное прохождение. Но это... Мне не сложно. Но для этого мне нужны просмотры и лайки на этом видео. Тогда я с удовольствием сделаю полное прохождение. Хотя, наверное, оно будет не таким веселым, как другие игры. Это же все-таки гонки. Но, тем не менее, почему бы и нет. Так что на этом мы, наверное, с вами придется уже попрощаться. Время вышло наше. Ролик и так получился большой. Заливаться будет очень долго. Что есть плохо. Так что всем пока. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. У нас много всего интересного. И... Увидимся в следующих видосах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok